Пение птиц на Бажовском фестивале заглушает другой похожий звук. Палатки с традиционными русскими свистульками привлекают внимание посетителей. Среди них выделяется одна, в которой, казалось бы, нет ничего необычного. Ну, в общем-то, она как бы несложная в изготовлении. Просто, как вам сказать, вот в основе у неё шарик. Это конус. И получается в результате добавления ещё каких-то мелких деталей, получается образ стилизованный, образ птицы. Птицы-свистульки принадлежат ремесленнику из города Сухой Лог Свердловской области Николаю Колодкину. Он приезжает на фестиваль уже второй год подряд и каждый раз умудряется выделиться среди других продавцов свистулек. Всё из-за того, что в его арсенале есть множество нестандартных товаров. В результате каких-то творческих поисков такие игрушки. Это колокольчик и одновременно систозвон. Это бронза. Вот. Ну, что дальше? Получаются какие-то такие маски-шутихи, которые можно играть носом. При создании этого инструмента мастера вдохновляли и алтайские охотники. В древности с помощью таких нехитрых устройств они завлекали дичь. Правда, сами свистки делали из дерева. Николай же в качестве материала использует глину. Товары свердловского мастера покупают не только ради развлечения. Ему даже самому удалось создать полноценный музыкальный инструмент. Своё детище мастер назвал сухологский щельник. Такая вот вещь, которая... Целая гамма здесь. Ну, игрушка для взрослых. Мастеру есть, что предложить и коллекционерам, и профессиональным музыкантам. А пока его главные клиенты всё-таки дети. Егор Хрисюк, Андрей Ярушев, ОТВ.